Я поехал на рэп-баттл в Новосибирск, и это был бар «Щука». Это клуб, ну, клуб, скорее, «Щука». Мы туда приезжаем, и все, я жду свою очередь, чтобы там выйти, зачитать. Там был не прям баттл друг к другу, там был… А ты из Новосибирска, что ли? Ты знаешь, да, это место? Да. Ну, это же не топовое, да, место? Ну, я почувствовал. И мы в этой «Щуки» играет, и чувак считает что-то типа «Да, пацаны, на районе, на районе пацаны, мы с ними до конца, и менты хотят нас цапать, пока мусора нас пытаются держать за глотку, мы им всем, ментам, скажем». И просто так, бам, обрывается, и там «Морды на пол, сука, легли!» И я такой «Что?» И залетает вот так просто… Ну, реально, группа захвата, все кладут на пол, и там выключается свет, ой, точнее, включается свет, выключается музыка. И все вот так ложатся, и он такой… И я понимаю, что это ФСКН, и они такие «Все, всем лежатся!» И организатор начинает орать. «Да что вы душите молодых музыкантов? Сколько вам можно? Вы никогда не насытитесь! Это музыка свободы! Это ваш… Это Вавилон, который душит простых парней! Что вы сейчас…» И я вот так лежу и смотрю, что все вокруг меня из кармана выбрасывают наркотики. Вообще все! Вот так! И я такой «А-а-а!» Вот такой тут прикол! Вот такая движка! И там просто какие-то, ну, разные виды наркотиков на пол. И там ко мне… Я прям помню, что он подошел, меня вот так шмонает везде. И он такой говорит «У этого ничего нет!» И он такой «Чё?» И они прям «Ну ладно, отойди в сторону!» И мы задвинули в сторону, остальных начал убирать. Так я и победил на батле. Я сейчас расскажу вам true story, которая произошла в прошлом году в Новосибирске. Я приехал к Сатиру, и мы с его друзьями поехали в бар их друзей. И к нам по дороге доебались два узбека. Это не расистский разгон. Они шли и орали «Узбекистан!» Детектив Данила сделал свою работу. И они сначала попросили нас прикурить. Потом спросили зажигалку. Мы им, как Прометей, дали огня. Они не оценили этот жест. В итоге мы зашли в бар друзей Сатира, сели за барную стойку. И минут через три зашли эти же ребята вдвоем и сели сбоку. И начали мрачно до нас доебываться вообще без повода. Началось что-то типа, знаете, с того, что «Эй, а чё вы с нами не базарите, эй, блядь?» Такие, я прошу прощения, мы просто вас не знаем. И мы давно не виделись с друзьями, поэтому хотели бы провести вечер с ними. Так что, если вас это не оскорбит, мы бы хотели «Эй, а чё ты так базаришь, эй?» Я такой «Блядь, как, вежливо? Ты чё, охуел? Тебе не нравится, что я вежливо с тобой говорю?» И вот такая хуйня происходила, типа, минут пятнадцать, бесперерывно. В какой-то момент Сатира не выдержал, встал и такой «Так, чуваки, я понял. Вы, видимо, хотите, блядь, в какую-то конфликтную ситуацию попасть, вам хочется побурагозить? Пожалуйста, давайте без этой хуйни. Мы на позитиве, вы на позитиве, нас же больше, мы же отпиздим вас, нахуй вам это надо?» Типа он встроил угрозу в сладкую песнь. И когда в ответ на это я в очередной раз услышал «Эй, а чё ты и так базаришь, эй, блядь?» Я не выдержал, сказал «Блядь, взял своего друга нахуй и вышел отсюда, пошли нахуй оба отсюда!» Поворачиваю голову и вижу, как в этот момент в бар заходят два огромных типа в бронежилетах с автоматами Калашникова. Я такой «Подмога, ебать, это их подмога, охуеть можно, блядь, вот чё они такие выебистые были!» И бармен говорит «Не, я нажал красную кнопку, всё в порядке, это типа, я подумал, что ну мало ли». Их выводит охрана, с ними выходит мой организатор. Какое-то время их нет, всё это время мы очень мужественно с пацанами сидим в баре и возмущаемся. Такие «Ебать, средь бела дня чуть не отпиздили, блядь!» «Поять можно!» «Да, ну мы бы, конечно, да, блядь, тумаков бы им дали, да, точно дали!» «О, а что это за коктейль, маргарита?» Через какое-то время возвращается мой организатор, я такой «Ну чё там, ну чё там?» Он такой «Ну, короче, приехала полиция, обыскала их, нашла у одного из них травмат». Я такой «Бля, пиздец, его увезли, типа, за хранение оружия!» Он говорит «Да не, у него были все документы на травмат». Я такой «И чё они сделали?» Ну, они сказали им «Не ходите в этот бар!» И уехали. Я говорю «И всё?» Он говорит «Нет!» Последнее, что я слышал, как один из них к другому говорил «Хочу выстрелить рыжему в колено!» Я такой «Рыжий – это я?» Он говорит «Рыжий – это ты!» И прямо в этот момент я оборачиваюсь и вижу, как они вдвоём входят в бар. Злые, потому что мы мусорнулись, но довольные, потому что знают, что мусора больше не приедут второй раз. Он прямо идёт и выбирает, какую коленку первый, блядь, будет простреливать. И у меня в синей, блядь, башке возник план, который мог вообще нахуй не сработать и только всё испортить. Но я подумал «Да хуй с ним? Чем чёрт не шутит? Попробую!» По крайней мере, может быть, от пацанов отведу атаку. Ой, сидите, парни, короче. Я встал прямо напротив них и начал им насыпать такой «Значит, вы два сына, блядь, проститутки, которые я периодически поёбываю. Сейчас я выйду и отпижу вас двоих, одной правой, а потом поеду ебать вашего гея-отца Назойлева, который постоянно мне написывает, шлёт какие-то фотки, блядь, в розовом бельишке». Я просто начал говорить худшую хуйню с их точки зрения. Они взорвались, как будто они сидели на пропановой бочке, такие «Что, сука, пошли выйдем?» Я такой «После вас!» Они вышли, и я закрыл за ними дверь. Бля. Согласен, согласен. Я думал, вечер лучше не может стать. Но весь последующий час мы пили с видом на полуподвальные окошечки, в которые стучались очень злые, но разносадованные узбеки, которые такие «Блядь, ну выйди, ну пожалуйста, ну выходи, ну мы хотим тебя убить, скинь попить». Короче, все, мне нужна обнаженная фотосессия. Типа 25, я в прекрасной форме, это нужно, ну чтобы было. Вот, и у меня у подруги моей был друг-фотограф, мы уже тоже там знакомые были, я такая, ну я его хотя бы знаю, я еще знаю, что он там сильно влюблен в одну девушку, то есть вообще тут ничего никак не это. Я ему говорю, ну типа, давай. Он говорит, о, вообще супер. Потому что я уже была короткострижена, татуировки типа, он такой, ну это что-то хотя бы, ну, интересное. Необычное. До любителя. Короче, он говорит, все, а что ты хочешь? А мне, я в то время, ну, странные вещи мне нравились. Какое-то все такое мрачное, вот какое-то, и есть такие сайты, разные группы. Заброшенные дома. Мне вот эстетика заброшенных домов нравилась, когда такие черно-белые фотки, какие-то полуразрушенные, ну такие забытые старые здания. Я говорю, я вот что-то бы вот такое выделял. Он говорит, я знаю вообще, ну, я знаю такое здание, там еще вокруг как бы, ну, лесок, то есть деревьев. Ну, вообще, я говорю, супер, это прям будет то, что нам надо, и бесплатно, главное, проникнуть туда надо. Я говорю, ну, хорошо все, типа. То есть ты представляла, ты голая, стоишь на фоне… Такого окна, где уже нет окна, а просто такой, одна рама, тут кирпичи такие потертые, типа какой-то вот бетон, да, и черно-белое, типа это все. Ты голая? Ну да. Стоишь в окне? Да. Все, мы договорились, выбрали день, с утра встретились, поехали на какой-то маршрутке, там еще ехать достаточно долго надо было. Он взял с собой бутылку мартини, просто он говорит, я по опыту знаю, что мы приедем, и ты передумаешь раздеваться. Он говорит, ты застесняешься. А, нет, самый прикол, что я так настраивалась, что такая, ну, это Егор, я его знаю, он влюблен вообще в другую жизнь. Ну, то есть вообще это все абсолютно, он профессионал, он этим занимается. Ну, он будет видеть не голую меня, а просто модель, типа. Мы встречаемся, он говорит, это Паша, он будет свет держать. Стоит Паша, я говорю, а Паша, ну, профессиональный светодержатель? Он говорит, не, он просто мой знакомый. И я такая, ну, у меня стресс, все, я еду, стрессу, он говорит, вот, мартини. В одной руке свет, другой стояк. Короче, он говорит, ты там выпьешься, типа, расслабишься, и, ну, все пойдет супер вообще. Вот, мы приезжаем, я иду в какую-то, ну, мы приезжаем, там действительно так, как я вообще представляла. Представляла такое, там, два или три этажа, такое здание, все эти окон нет, и реально очень такая уже, знаешь, ну, как бы все заросло. Этим не занимались, когда-то это была такая, видимо, территория, ну. Как замок в этих, в Маугле. Ну, типа, только не замок, ну, просто, типа, обычно, я даже не знаю, что это было, больница или что-то, ну, небольшое, ну, такое, трехэтажное здание. Ну, супер вообще атмосфера, супер. Я захожу, запах, ну, не очень, потому что... В больнице, кстати, логично голову. Ну, до нас там просто заходили люди покакать, ну, короче. Так, ну, ладно. Ну, просто, в общем, я нашла какой-то уголок, все там сняла, ну... Что? Просто потому, что фотосессия в стиле какать. Так. Я, короче, ну, я там, как я решила, типа, трусы остаются, остальное, ну, нет. То есть ты будешь, ну, то есть не совсем голая, ты будешь в трусах? Ну, в трусах, да, я такая вот такие бесшовные. Ты там решила, из-за Паши? Не, я изначально думала, что, ну, вот так я... В трусах? Ну, вот так я себе наготу представляю. Ну, хорошо. Ну, короче, есть какой-то порог. Ты изначально решила пофотографироваться в трусах? В трусах, да. Все, я стою в трусах, мне дают эту мартини, я там чуть-чуть выпила. Мы что-то, типа, начинаем фоткать. Ты все уже просто в трусах? Ну, да, да. Паша в шоке. Востроя? Да. Короче, ну, как-то мы, в общем, с этим боремся, что-то по чуть-чуть я начинаю как-то расслабляться. Мы начинаем слышать какие-то звуки, ну, странные. Короче, какие-то, ну, странные, короче, непонятные звуки. Похожие на что? Типа колокольчик или что? Непонятно. Какой-то шум. Какой-то шум. Я даже не могла понять, что это такое. Там еще эхо. Короче, я не понимаю. Просто как-то стало шумно. И просто забегают, короче, несколько мужиков в страйкбольном всем обмундировании. С вот этими своими... Ну, короче, они туда приезжают играть. Командами под 15 человек. Это их, как бы, место. Мы про это не знали. Типа, они... Короче, и, ну, пошел там с ними Егор поговорил, потому что я в трусах, я не парламентер. Он говорит, слушай, ну, они остаются, типа. Они приехали, они оделись во все это. Они настроились, типа. У них пиво с собой. Они тут, ну, будут играть. Я говорю, что будем делать? Он говорит, ну, будем бегать тоже. Короче, они бегали друг за другом. А мы бегали от них, типа. Ну, то есть это реально была фотосессия. Вот такая, что ты... Так, сейчас никого нет. Все, быстро. Все. Я накидываю сразу какую-то, ну, накидку. Потому что они могут пробегать там, типа. Все пробежали. Опять что-то, что-то, что-то. Опять какая-то накидка. Вот так прошел день. Мартини не хватило вообще сильно. У меня есть эти фотографии. До сих пор, я считаю, я так не зря это сделала. Вообще они мне очень нравятся. Был, соответственно, в городе Новосибирске. Да. И там один из моих фанатов повез меня в Академгородок. В Академгородок. Прекрасный город. Дивнейшее абсолютно место. Проехал там с интереснейшими экскурсиями. Был в музее минералогии. Интереснейшее место. Там такая старенькая абсолютно бабушка ведет. И такая вот это у нас азурит лежит. Вот это чаренгит. Я смотрю в уголочке. Там стоит столик такой из разных камешков сделанных. Разноцветных. Психоделическом стиле абсолютно сделанных. Я говорю, а это у вас что за столик? Когда это у нас бывший ученый сделал? Сейчас вот этим занимается. Не важно. Вот это у нас сульфииты лежат. Посмотрите, обратите внимание. И что самое интересное. Я, как говорится, к чему? Был в камере взрывов. Камера взрывов. Большая стальная сфера. Трехэтажная. На один этаж вниз. На два этажа вверх. Находится она, что абсолютно, на мой взгляд, иронично. В институте гидродинамики имени Лаврентьева. Соответственно, сокращенно ИГИЛ. Разрешенно. 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 Институт гидродинамики разрешен. И им разрешено взрывать. Понимаете? Им разрешено взрывать. Запрещенному ИГИЛу не разрешено. Потому что у них камеры нет для взрывов. И, значит, там абсолютно два дивнейших персонажа. Ученые старые. Как, знаете, как доктор. Док из назад будущего. Советская версия. Только в трениках. Вот это вот. Сзади пятки на обуви стоптаны. Вот это смятые. Рядом вокруг этого кувалда какая-то валяется. Вот этот вот. Здесь было совершено 6500 взрывов. Мы тут все взрывали. Тротил взрывали, гексоген взрывали. Военные к нам часто приезжают. Из Норильска недавно заказ был. Нужен был материал, который сохраняет свои проводниковые свойства при температуре плюс 1000 градусов. А такой материал можно получить только с помощью взрыва. Я спрашиваю, что вы и как вы. И он такой, знаете, здесь максимально можно взрывать эквивалент 5 килограмм тротила. Но мы один раз взорвали двенадцать. Я говорю, а почему? Они там кого-то убедили, что можно с помощью взрыва получить алмазы. Взорвали, получили чуть-чуть алмазов. Нерентабельно. И дальше тихонечко ходят, взрывают. Я на него смотрю, смотрю и такой, Слушайте, а вы скажите мне только на один вопрос у меня остался в конце экскурсии. Вы, наверное, любите взрывать? И он такой, да. Мы шли, короче, в Новосибирске на поезд. Идем, короче, с нашей командой. И мы снимаем все. А в Новосибирске что-то как-то так получилось. Что-то такого не хватало интересного. И просто идем. И в подземном переходе между платформами стоит просто где-то вдалеке мужик. Такой типа стоит, что-то там что-то как-то так, знаешь, как-то так странным образом себя ведет. И мы так подходим. И он такой, снимай, снимай. Я говорю, сейчас, снимай сейчас. Я так подхожу к нему, такой типа. Ну а вообще зачем это все? Что все? Ну вот это вот все, зачем? Ты ебанулся? Ну вот, все так говорят. А здесь новогодняя суета. Посмотрите, как красиво. Собирают елку. Домик. Скоро Новый год, ребят. Почему повар этим занимается, блядь, непонятно только. Ну здорово. Это видеоблог. Короче, я только вам говорю это видеоблог, еще ничего не снимаю. Завтра, дорогие фолловеры, я вам обещаю... Фолловеры. Другая. Фолловеры, я обещаю снять, как мы едем на концерт, как мы кусочек концерта из-под тяжка сниму. И еще что-нибудь. И какое-нибудь невероятное... Должно же быть что-то... Что-то невероятное. Должно быть скандал какой-то. Должно быть что-то невероятное. И Стас уснул в номере. Все. И не выходит. Мы ждем Стаса. Это Олег Звукач, если вы постоянно думаете, что это за хуй такой у меня. Это концерт директора Демьяна, если вы думаете, что это за хуй такой постоянно. А это Нурик. Всегда вы думаете, где же он, блядь? Вот он. Где этот хуй? Где этот хуй? Где этот хуй? Что? Видеоблог. 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 Стасик. Стасик путешествует со всеми вещами, которые у него есть в доме. Всегда. Это уже новость. Да? Да? Вы что здесь? Да. У тебя не торчат. Это другие. Других нет. Что происходит? Что происходит? Новый год к нам чисто, смотрите. Скоро все случится. А, еще Лены Новиковой нет. Мы находимся в Новосибирске. И уезжаем. В Красноярск. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ничего не ели, спасибо. Коммерсант. Я ел. Спасибо большое. Все упало. Есть подозрение, что это лучшее, что у тебя будет. Да, примерно так и есть. Сейчас все фолловеры заходили посмотреть на ботинки. А никто не покажет. Я попросил ботинки. Никто не покажет. Все, уходим. Ребята, нам пора. Мы уезжаем. В Красноярск. Никто не откроет. Выход. Это большая корпорация всех обманывает. О боже, как сдувает. Минус 600, ребята. Смотрите, сразу пар. Здесь, спасибо. Еще кто-то будет. Здесь нет. Там все остальные. Вот три машины. У нас кортеж. У нас кортеж, ребята. Жопой протер все, смотрите. Это же надо таким неаккуратным быть вообще. Кусок говна, а не машина. Это реально кусок говна. Если вы не знали, то Камри это прям кусок вонючего говна, потому что все таксеры на них ездят. Это вообще теперь не считается люкс-тачкой. Позапрошлая Камри была хорошая. Это очко носорога. Очень сильно не нравится. Смотри. Такая старая. Чехлы. Ну, это типа... Это вообще... С 12-го года. Ну, 12-го. А я говорю про Камри, которая ништячная. Ништячная. Ништячная, ништячная, ништячная. 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 Есть же, ништячная, братан. Есть же, ништячная Камри же. Седьмой. Я сейчас показал не человека с акцентом. Ну, человека, у которого проблемы. Ну, просто человека с проблемами большие. Этот, Камри, которая седьмого года. Вот это хорошее. Давай вкручим что-нибудь, чтобы он такой. Что происходит? Выкрутим всю. Хуйню. А, сейчас садится. А, он что-то открывает. Давай мы ему вот эту нажмем. Вот эту. А, сейчас тебе будет еще плохо. Фронт, вот это? Фронт. Все, да. Тут парень с гитарой. Где? Вот. Блядь. Что ты хочешь? Песня. Вот, вот. Да, вот. Вообще супер. А это про Брауна. Да, давай испортим ему настройки сидения. Вот, вот так вот. Вот так вот. Вот так. Дорик. Ничего не борешься? Просто рукой стоять. Да, брат. Все. Звонят. А ему же звонят? Владимир. Звонил Владимир, товарищу. Человечку. Брежа. Вот, вот. Ну. Субтитры сделал DimaTorzok